итак друзья я скачал приложение netflix для microsoft windows с microsoft store и сейчас расскажу свое мнение ну во первых я не буду включать ни одно видео не видео там сериала фильма потому что у меня сразу кажется geforce experience через который я записываю так что хотелось бы сказать интерфейс очень классно видите в виде окна сверху реклама начинается уже рекламка значит сериала все замечательно и классно значит минусы сразу же ну минусы как и в netflix это то что в основном фильмы на английском языке на русском очень мало фильмов а здесь я зашел слева и смотрите здесь можно загружать фильмы кстати фильм можно загружать если посмотрим справа здесь с этим вам покажу сколько у вас на диске c свободного места можете его все заполнить фильм в основном можно скачивать сериалы вот сериалы скачиваются и тогда то что фильм скачали представьте 4к или full hd это большое пространство это долго поэтому все в основном вместе скачут сериал а потом смотрите здесь огромное количество подразделов допустим аниме и так далее тому подобное а значит из плюсов смотрите во первых это окно масштабируется конечно это плохо но плохо ведь чуть потрогаешь но все равно нормально может сказать не так уж и плохо вот так может перемещать то же самое с фильмом фильм как окно его можно на весь экран а может он она может быть вот как видите значок вебки у меня вот как веб когда на экране сейчас ровно такого же размера может быть свернуться фильм и вы делать занимаетесь там пишите печатать вам в таком размере играет фильм а значит можно выбирать субтитры значит можно выбирать иногда бывает нету он русской версии фильма зато есть субтитры можете смотреть по субтитрам и иногда бывает что русских версий все больше кстати больше русских версий но все равно еще очень мало что можно сказать приложение иногда странно тормозить ставите на паузу и она начинает по кадрам вот так перемен ну кадры по кадру 1 2 3 вот так медленно перемещаться иногда даже на play это глюки и такое бывало было ну короче знаете друзья вот у меня есть origin и там до сих пор они не пофиксили в то что в кроссе сет третьим несколько нет сохранения уже эта проблема уже там несколько лет опять лет шесть я не знаю уже сколько лет она все там то есть проходите игру все и все заново да то есть никто не фиксит никому это не надо вот вы заплатили деньги за кроссе встретить все 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 осталось то же самое немного складывается ощущение приложения нетфликс есть же приложение нетфликс на телевизор у меня смарт-тв самсунку и 49 к 5 5 5 0 а вот там все замечательно там нет никаких претензий там ничего не тормозит не глючит так далее из особенностей друзья а если вы установите приложение на вашем андроиде нетфликс вы можете у вас знаете значок когда вы смотрите youtube у вас значок заше видео то есть расшарить видео можно транслировать его вам предлагают на значит пока или на телевизор который сама программа от google а вот и вот это youtube она сама определяет например то же самое есть и на netflix сразу определяет что у вас телевизор все и можно расшаривать друзья ну вот собственно и все это короткий обзор я просто не знаю еще что говорить значит что вообще еще сказать и приложение ну неплохое да какую бы оценку я в 3 с плюсом бы поставил оценку вот я думал конечно что на на компьютер будет что-то больше функции давить тут же производительность все такое производительность больше чем на телевизоре да но все равно на телевизоре почему-то мне на этих предложения нравится больше она лучше работает она мне нравится но не глючит никаких проблем нету там большой экран кстати приложение то выглядит по-другому чем вот здесь вот понимаете чем только что я показывал там больше вот этих вот видите вот рекламка да ниже фильмов я мотаю а там уже дофига вот таких реклам там дофига подразделов дофига всего-всего подраздел потом вот этот лас просмотр и так далее ну контине watch типа да тут есть тоже под раздел по контине watch потом ниже 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 ну тут меньше подразделов и меньше вот этих вот рекламных ставок типа ох а не хочешь посмотреть как на телевизоре и в простоочему пиде поторвашит чуть-чуть вот оно началось черт, ребята это приложение на ПК у ПК огромной мощности, что происходит почему эти мощности не используются так, друзья, вот такое замечание такое мое мнение о приложении Netflix на ПК надеюсь, вам было интересно ссылки, наверное, не будет в описании всего доброго, всем пока, до свидания потому что просто его надо скачать в Microsoft Store